Здравствуйте, сегодня я вам расскажу о фильме, о котором вы, скорее всего, никогда не слышали. Это кино заставило меня задуматься о смерти. Да, после его просмотра я... мне... хотелось выпилиться. Начинается он так. Команда экспедиции едет на необитаемый остров для снятия фантастических кадров. Их встречают местные аборигены, крадут единственную девушку, которую трахали все матросы, чуть ли не всех там расчленяют, и отдают эту девушку огромной обезьяне. Мужики в страхе уплывают. Но, не добравшись до материка, их перехватывает вертолет. Да. И доставляет на военную базу, сообщив, что на Землю надвигается астероид огромный, и только они смогут спасти планету. Непонятно почему. Их готовят к отправке, тренируют всячески, издеваются над ними, мучают, сажают в разные камеры. В общем, готовят к полету. После этой героической сцены их запускают в космос на двух шаттлах. Первый шаттл рванул прямо после выхода в атмосферу, а второй пролетел чуть дальше, его засосало в кротовую нору и выбросил на другой конец вселенной. Отличная идея. Обломки первого корабля рухнули на Землю, из экипажа выжила только девушка. Команда на другом конце вселенной решает прыгнуть в черную дыру в надежде, что с помощью какой-то там гравитации им удастся попасть обратно в Солнечную систему. Ну, непонятно, каким образом. К сожалению, им это удалось. Но выжил только один человек. У него не хватало топлива, чтобы долететь до Земли, поэтому он решил припарковаться на Марсе. Там он возделывал Землю, исследовал почву, ремонтировал оборудование. И в конце концов ему удалось починить и без того исправную ракету, в которой просто топливо закончилось. Ну, в общем, он взлетел и удачно приземлился на Землю. Но на Земле все было не так хорошо. За ним стали охочиться спецслужбой. Непонятно, по каким причинам. Но отчаянные попытки скрыться и добиться справедливости не увенчались успехом. Его все-таки настигли в номере в отеле какой-то придурок и убил с пистолета. Что насчет той выжившей девушки? Ее похитили китайцы. Да, ей вшили в тело новый синтетический наркотик, благодаря которому она обрела суперспособности и чуть ли не смогла управлять вселенной. Но ей это все равно не помогло, потому что пока спецслужбы гонялись за прибывшим человеком с Марса, на Землю все-таки упал метеорит и конец. Но не конец фильма. Потому что на этом история не заканчивается, и в мире постапокалипсиса выжило только два негра и еще горстка людей. Первый чернокожий парень нес священную книгу людям, дабы возродить человечество. Спустя годы странствия его миссия была все-таки выполнена. Люди получили божественные знания благодаря его стараниям. Второй негр жил в Нью-Йорке, но он выжил только потому что был роботом. Но он был не простым роботом, он был роботом-ученым и пытался найти способ воскресить мертвых людей. Это просто прикольно. И вернуть цивилизованный мир в прежнее состояние. После долгих попыток ему удается все-таки это сделать. Он изобретает лекарства, некую вакцину, которая возрождает человечество. И на этой счастливой ноте, на этом счастливом кадре фильм кончается. Спасибо, что смотрите мои обзоры, ждите новых видео. Обязательно расскажите об этом видео друзьям и смотрите хорошее кино. Спасибо за просмотр.